Хотите узнать, что я создал за три месяца работы? Я создал вот такую игру. Осталось четыре дня до сенсорной депривации. За окном сейчас 2050 год. Знаете, сколько я планирую на ней заработать? Нисколько. Делаю исключительно ради идеи. Что же за игру я сделал? Что лежит в основе главной идеи? Давайте я задам вам загадку. Это самое реальное, что существует в этом мире. И в то же время мы не знаем, что это такое. Знаете, что это? Это наше сознание. Сознание. Это самое реальное, что у нас есть. Потому что именно через него мы наблюдаем весь окружающий нас мир. И в то же время мы не знаем, что это такое. Не буду сейчас устраивать демагогию на эту тему. Потому что все самое интересное вы узнаете в самой игре. Я вам тут рассказываю про свою игру. Но до сих пор не сказал, как она называется. Она называется сенсорная депривация. Что же означает сенсорная депривация? Представьте, что вы ослеплен. Оглохлен. Лежились тактильных ощущений. То есть вы не чувствуете своего тела. Вы лишились запаха и вкуса. Вы лишились всех связей с внешним миром. Это и есть сенсорная депривация. Моя игра напрямую связана с этой сенсорной депривацией. Технологической основой моей игры послужил мой любимый игровой движок Unity. В самом Unity я использовал плагин Fungus. Который позволял мне быстро и удобно создавать разветвленный сюжет. Кстати, насчет сюжета игры. Это мой первый опыт в создании сюжета. Я никогда раньше не писал сюжета. За исключением моих школьных сочинений. По отзывам моих друзей, сюжет в игре получился классным. Но с некоторыми ошибками и недоделками. Для того, чтобы создать сценарий разветвленного сюжета, я использовал программу X-Mind. Она позволяла мне очень удобно делать вот такие карты из блоков текста. Это позволило мне изначально устроить хороший мозговой штурм. А потом и составить сценарий игры. Я мог бы показать вам весь сценарий игры, но не хочу этого делать. Поскольку не хочу вам ничего спойлерить. Потому что я надеюсь, что вы все же перейдете по ссылке в описании и скачаете демо-версию моей игры. Как я вам уже сказал, в сценарии присутствуют некоторые проблемы, которые необходимо исправить. Во-первых, это орфография. У меня просто по русскому языку было 4. Когда будете проходить игру, вы должны услышать эту фразу. Ароматные духи вашей жены. В этой фразе содержится орфографическая ошибка. Помимо того, что в игре есть проблемы с орфографией, также в игре есть такие проблемы, которые пропитывают весь сюжет игры. И для того, чтобы их исправить, нужно полностью все переписать. Среди этих проблем это неправильное раскрытие персонажа, неправильное построение конфликта, неправильное развитие конфликта и так далее и все прочее. Но есть еще кое-что. Другая причина, почему нужно переписать весь сюжет игры, заключается в том, что я получил знания. Когда я писал сюжет игры, а я напомню, что главный конфликт этого сюжета является проблема, что такое сознание, то я опирался лишь только на свои наблюдения и выводы. И это была большая ошибка. После создания первой версии игры, которую вы можете скачать в описании, я решил прочитать некоторые умные книжки, которые пытаются объяснить, что такое сознание. Среди них это книжка «Биоцентризм» Роберта Ланца, это моя самая любимая книжка из списка, «Глаз разума» Даниила Деннета и «Квантовая физика» Михаила Заречного, которая мне, к слову, не очень понравилась, потому что в ней присутствует доля современной религии. Так что мне еще нужно устроить новый мозговой штурм и написать новый сценарий. Так что дело у меня выше крыши. Кстати, а как думаете, писал ли я какие-нибудь скрипты для этой игры? С учетом того, что я использовал специальный плагин для Юнити для реализации сюжета, можно было бы обойтись без написания кода. Но я хотел добавить одну эстетическую деталь в мою игру. А именно, это вот эту деталь. Я называю это телетекстом, потому что мне это ужасно. Напоминает вот эту менюшку на телевизоре. В игре у меня есть вот такие картинки низкого разрешения. В процессе игры они преобразуются в текст и показываются игроком. Как же работает эта система преобразования? На самом деле здесь все очень просто. Изображение может состоять только из этого списка символов. Каждый этот символ отличается своей яркостью. Они расположены от самого тусклого до самого яркого. Допустим, берем вот это изображение. В зависимости от яркости пикселя, берется соответствующий этой яркости символ. В скрипте это проделывается для каждого пикселя, и в конце концов получается финальное изображение. Кстати, я создал эту систему телетекста так, чтобы в ней можно было не только показывать изображение, но и показывать анимацию. Только взгляните на эту анимацию двигающегося глаза. Эта игра полностью мной озвучена. Интересный факт. Многие думают, что голос, который вы сейчас слышите, у меня и в реальной жизни. Но на самом деле это не так. Хотите услышать мой реальный голос? Давайте я отключу всю обработку, которую я наложил на аудиодорожку. Приготовьтесь к разочарованию. Один, два, три. Это мой реальный голос. Согласитесь, сейчас вы услышали абсолютно другого человека. Я планирую выпустить игру и на Android, и в Steam, и даже в браузер. Для браузера, возможно, я выберу платформу Яндекс.Игра. Кстати, в Steam я уже создал страничку своей игры, где вы можете добавить игру в список желаемого. Буду вам очень признателен, если вы нажмете на эту кнопку. Так как я выпускаю эту игру бесплатно, я не планирую на ней зарабатывать. Но что интересно, на саму игру у меня ушли и еще уйдут немалые деньги. Во всяком случае, я уже потратил 11 тысяч рублей на то, чтобы заплатить за выпуск игры в Steam. Возможно, тот, кто оплачивал выпуск в Steam, знает то, что сам выпуск игры стоит дешевле. А именно 100 долларов. На нынешние деньги это 8 тысяч рублей. Но с учетом того, что напрямую оплатить взнос за игру нельзя, и приходится пользоваться сторонними сервисами, которые предоставляют зарубежные карты, комиссия там получается бешеная. Также я хочу заказать профессиональный перевод игры на английский язык. Я пока не знаю, сколько это выйдет, так как не знаю, каких размеров в итоге получится игра. Но думаю, что примерно 10 тысяч рублей. Кстати, я для вас теперь сделал платный контент на своем бусте бесплатно. А именно, я открыл для всех демо-версию моей игры. Как я говорил уже ранее, вы можете перейти в описании и скачать игру. В данный момент вы можете бесплатно скачать .exe файл для Windows и АПК файл для Android и протестировать то, что я сделал. Для того, чтобы запустить игру на Windows, вам нужно распаковать архив в любое место на вашем компьютере и запустить файл sensorydeprivation.exe. После прохождения игры вернитесь к этому ролику и напишите свой комментарий. Мне важна ваша оценка игры. Возможно, именно твоя критика сделает игру лучше. На своем бусте я убрал все платные подписки. Я понял, что сейчас в них нет смысла. Сейчас действует такая акция, что вы можете попасть прямо в саму игру. Я покажу и озвучу ваше имя в игре, как человека, который поддержал проект. Вы можете сколько угодно пожертвовать, любую сумму, хоть 10 рублей. И я в любом случае вставлю вас в игру и озвучу благодарности в вашу сторону. И в целом, если вам интересно то, что я делаю, то подписывайтесь. Если не интересно, не подписывайтесь. Если понравился ролик, то ставьте лайк. Если не понравился, лайк не ставьте.